Ну что ж дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Юрий Кот, вы на моем канале и мы продолжаем играть в игрушку, которая называется The Long Dark. Сейчас мы находимся в маяке, снаружи по всей видимости ночь, друзья, и у нас горит буржуечка. Здесь гуляет сквознячок, романтика, все дела. Если вам нравятся серии по этой игрушке, ставим лайк, подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну а мы тем временем осмотрим это все дело. Давайте поднимемся наверх, посмотрим что у нас там есть. Такс, отлично, свинина, фасоль, банка сардин, там у нас еще чего-то стоит интересненького. Это у нас виноградный лимонад, друзья. И смотрите, можно подняться еще выше. Здесь у нас есть кровать, мы можем переночевать. Газетку мы конечно же заберем, еще одна газетка тоже заберем. Радио, радио наверное нам не нужно, друзья. А вот выше мы пожалуй поднимемся. Может быть там еще будут какие-то интересные ништячки. Там еще выше можно подниматься. Как это замечательно, друзья. Давайте разломаем ящик. Так, у нас закончились спички. Может быть имеет смысл спуститься вниз, схватить фонарень от горючего. Это плохо, друзья. Это очень плохо. Так, где там наши спичечки? Спичечки, спичечки, спичунички. Так, снарядить. Поджигаем это все дерьмо. Так, там наша печечка не потухла. Или пока мы собирали лут, она уже погасла. Может быть мы сможем с нее что-то взять. Не хотелось бы конечно просто так ее топить. Непонятно зачем. Да, она у нас уже все погасла. Это очень плохо, друзья. Но ничего страшного. В фонаре нет горючего. Это плохо. Зажигаем спичку. Надеюсь, что спичек нам хватит. В общем, будем обследовать теперь комнату на темную. Других вариантов я не вижу. Металлолом, конечно же, заберем. Давай, 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 быстрее мой родной. Родная, вернее. Высушенная кожа. Давайте заберем. Деревянные спички. Факел. Отлично. Он сейчас как раз нам и пригодится. Где наш факел, друзья? Быстренько берем его. Вот он. Снарядить. Так, что-то я не очень понимаю, как это работает. Отлично. Древесинку мы забираем. Это у нас осталось от поломанного ящика. Пока горит факел, имеет смысл все здесь быстренько осмотреть. Металлический ящик. Еще одна шапочка. Консервный нож. Отлично, друзья. Это просто отличная находка, я считаю. Свет, конечно же, мы включить не можем, к сожалению. Шкафы. Что у нас есть в шкафчиках? Хорошо. Очень ценная находка, как мне кажется. Все? Или еще что-нибудь дадите? Отлично. Топливо. И все, друзья. Следующий. Закрыто. Необходим гвоздодер. Необходим. Гвоздодерчик. У нас его, к сожалению, нет. Так. Я вижу маячок. Вижу еще выход наверх. Давайте попробуем выйти. Может, там какой-то металлический ящик у нас завалялся. Может быть, мы что-то сможем там взять. Собственно, это и есть сам маяк. Да. Да, есть у нас ящик. Я был прав. Еще один консервный нож. Я не знаю, зачем нам два консервных ножа. Но, по всей видимости, это может нам очень сильно пригодиться. Люк. И мы можем выйти на вот такую вот смотровую площадку. Вокруг темень. Выкали глаз, называется. Или вырви глаз. Патрон для ружья. Интересненько. Это интересненько. Почему нет самого ружья? Ведь было бы очень неплохо его найти. Все. Хорошо, друзья. Здесь мы больше найти ничего не можем. Давайте опускаться вниз. Спускаться вниз. И... И, 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 и. Так. Легкая усталость, легкий голод, сухость во рту. Предлагаю добраться до кровати. Переждать все это дело. Когда у нас будет день, мы сможем пойти. И дальше путешествовать по нашей локации. Замечательно. Ах, какого хрена-то, а? Так, что мы здесь имеем? Давайте, наверное, немножко покушаем. Покушаем. Потому что без покушать у нас все очень плохо. Это у нас сгущенка. Давайте поедим. Мы можем открыть ее консервным ножом. Это не может не радовать. Консервный нож очень ценное приобретение, на самом деле, как я считаю. Хорошо, друзья. Так. Легкая усталость. Да, мы можем поспать. Мы можем поспать. Но нужно добраться до кровати сейчас еще. Что насчет фонаря? Вот он наш фонарь. Снаряжаем его. Нет горючего. Херово. Очень плохо, друзья. Очень плохо. Очень-очень плохо. Топливо для фонаря. Но это же оно и есть, да? Действие. Заправить. Давайте заправим его. Но сейчас я его использовать, наверное, не буду. Потому что мы же сейчас пойдем ляжем спать. Правильно. А значит... Что насчет ремонта? У нас не хватает, да, необходимых компонентов. Ну, ладно, тогда забьем на это все дело. Возьмем спичунечку сейчас и снарядим ее. И при помощи нее уже, конечно же, добежим до нашей кроватки. Там поспим и пойдем дальше путешествовать. Отлично. Вот наша кровать. Проблем возникать никаких не должно, по идее. Осталось около 7 часов ночного времени. Приблизительный расход калорий 225. Текущие калории 201. Я не знаю. Давайте, наверное, пока 3 часа отдохнем. Я надеюсь, я не сдохну за это время. Очень на это надеюсь. Так. Осталось. Да, можно еще немножко поспать. Осталось 4 часа. Давайте 4 часа поспим и у нас уже будет утро как раз. Мы сможем выйти из маяка и уже будет светло. Это будет замечательно. Так. Хорошо. Сухость во рту. Да, давайте попьем водички, потому что без воды дела плохи, друзья. Вот. Попьем. Все как обычно. У нас гудит ветер в маяке. Романтика, епта. Знаете, чего я думаю? Я хотел бы пойти на китобойную станцию. Ведь там можно хорошенечко полутаться. Но есть одна небольшая проблема. У нас инвентарь заполнен на 28 килограмм из 30. Это грустно, друзья. Не знаю. Зачем? Нет, я не хочу. Я не хочу поджигать фонарь. Мы будем экономить топливо. Спички. Лисички взяли. Спички снарядить. Поджигаем. И давайте отсюда выбираться нахрен. Быстрее, 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 быстрее. Где эта дверь? Отлично. Вышли. О, друзья. Здесь настоящая жесть. Просто жуткая жесть. Утро у нас выдалось очень снежное. Прям, ну, очень снежное. Я надеюсь, я тут не окочурюсь. Я хочу пойти обратно к станции китобойной. И посмотреть вот тот цех, который там был. Я надеюсь, что мы там еще что-то сможем найти. Половину, конечно, мы израсходуем, пока будем там находиться. Но, тем не менее, других вариантов у нас нет. И обследовать эту локацию нужно. Потому что в прошлой серии у нас этого не получилось сделать. К сожалению. А я очень хотел. Дорога. Так, нет там никаких волков, никого. Все хорошо. По одежде у нас что, кстати? Шапочки. Давайте оденем, наверное, вот эту шапочку. Она у нас... Вот эту, наверное, просто выкинем. Выкинем. А вот эту оденем. Хорошо. Перчи, 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 перчи. Ну, в принципе, все достаточно неплохо, я считаю. Я надеюсь, я не буду сильно мерзнуть. Аккуратненько. Главное, тут никого не спугнуть. И чтобы нас здесь не съели. Кстати, насчет патронов. Патроны, я смотрю, в этой игрушке дефицит. Было бы неплохо найти еще пружье к этому всему делу. Но пока, к сожалению, мы его не нашли. Это очень плохо, друзья. Очень плохо. Пистолет, может быть, какой-нибудь. Или ружье. Я не знаю. Дробовик. Лук, в конце концов. Мы там перья какие-то находили. Возможно, из них можно что-то сделать. Существенными. Ох, ни хрена не видно, друзья. Здесь все замело снегом. Прямо как у нас. В реальной жизни. У меня, по крайней мере. Не знаю, как у вас. Я, конечно, прекрасно понимаю, что кто-то живет из вас на Сахалине. Там приходится машину раскапывать. Целых 4 часа каждое утро. Для того, чтобы поехать на работу. Ну, мне так знакомые говорили. Могу, конечно, ошибаться. Но из первых слов, как говорится. Для вас уже из-за вторых. Хорошо. Так. Что мы тут видим? Очень-очень снежно здесь, друзья. Я запыхался. Я уже не могу идти. Волки. Вы же не хотите меня съесть? Правда ведь? Я надеюсь, что нет. Потому что в такую бурю даже никакая собака не выйдет на улицу. И вам тоже не советую. Так. Здесь мы же можем пройти. Да, друзья. Это вход на китобойную станцию. Не очень хочется туда падать, конечно. Я не совсем помню, как я в прошлый раз туда пробрался. Там. О-о-о. Не-не-не-не-не-не-не-не. Нет. Так нельзя. Прохладно, друзья. Прохладно, прохладно, друзья. Очень прохладно. Как нам пробраться вовнутрь? Я прекрасно понимаю, что я могу разжечь костер. Но в таком виде я, конечно, не смогу этого сделать. Очень ветрено. Здесь очень ветрено. И вряд ли. Вряд ли. Вряд ли у меня получится это сделать. Я сейчас просто сдохну здесь нахрен. А мне этого очень не хочется. Так, где-то здесь. Где-то здесь мы должны пройти. Ну, пожалуйста. Давай, иди уже. Не хочет. Не хочет бежать, друзья. У нас очень холодно. Очень холодно. Несмотря на то, что мы достаточно неплохо одеты. Я надеюсь, что в этом помещении у нас будет все-таки какая-нибудь дружуечка. Давай, быстрее. Быстрее, девчуля. Ты сейчас тут просто нахрен сдохнешь. Нам это не нужно. Заходим. Заходим. И сейчас посмотрим, что у нас по жизням. Холодно, друзья. Очень холодно. Прям очень холодно. Так, фонарь. Быстро. Где фонарь? Где, мать его, долбанный фонарь? Вижу. Снарядить. Подожгли. Хорошо. Что у нас по печке? Я предлагаю сначала найти печку. Здесь может быть вообще печка? Она просто обязана здесь быть, друзья. По-другому никак. Батарея. Вряд ли ее можно поджечь. Есть кровать. Мы можем поспать, но мы также можем сдохнуть. Этого делать не рекомендуется, как вы понимаете. Ох, как же это все грустно. Так, с этой стороны. Есть у нас что-то. Помещений очень много, как бы, да? Но буржуки я все равно не вижу, к сожалению. Ее просто нет. Отсутствует, друзья. Так, может быть где-то здесь. Есть лестница вниз. Здесь какие-то кирпичи. А, у нас становится тепло. Уже хорошо. Это значит, что мы можем еще какое-то время пожить с вами. Ткань заберем. Картонная коробка. Ну, давайте разломаем. В принципе, что уж там. Порядок. Забираем труд. Он нам нужен. Все, у нас тепло. Все отлично. Проблем никаких нет. Мы немножко спрятались, друзья. Бранспойт. Что за дерьмо? Да, это можно поджигать. Если помните, все американские фильмы там всегда бомжи греются вот в таких вот бочках. Тяжелый молоток. Отлично. Я не знаю, нахрена он мне нужен, но, наверное, штука нужная. Сейф. А, чего? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, друзья. Здесь можно все это дело подобрать. Оказывается. Интересно, получится ли нам его... Твою мать. Хорошо. На 45-й где-то, да, получается, у нас срабатывает это все дерьмо. Осторожненько. Вот так. Оп-оп. Теперь другую сторону нужно крутить, по идее. На этих сейфах обычно все так работает, друзья. Я, конечно... О, твою мать. Так, ладно, 45 где-то здесь было. Ну, пожалуйста. Нет? Не хочешь? Мне кажется... Отлично. Мне кажется, сейф это очень нужная вещь. Так. На 45-м делении... ...опять срабатывает замочек, друзья. Твою мать! осторожненько есть такое дело теперь крутим в другую сторону на 20 хорошо так ищем сейчас 45 сначала где-то вот здесь вот должно быть нет хорошо еще раз прокручиваем есть теперь на 25 кажется очень интересно подбирать это все дерьмо конечно давайте теперь смотреть как это здесь работает осталось под так на 35 за 35 хорошо значит 45 сначала берем быстрее 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 где-то вот уточки должно быть есть такое дело теперь на 25 и на 35 где-то где-то вот здесь должно быть я надеюсь что все у нас отлично друзья открыть открываем и смотрим что у нас есть в сейфе дорогое зимнее пальто зимнее пальто высокого качества из превосходных материалов прекрасно защитит от ветра для профессионалов тяжеловато тебе девчуле прорезинная обувь тоже берем ну как бы и все больше у нас ничего нет хорошо давайте теперь смотреть будем экипироваться хорошенечко по одежке у нас чего это дорогой сильнее пальто а вместо него у нас одета что а так у нас и не одета в общем то ничего да да мы можем это поносить водонепроницаемый жилет ну пусть будет в принципе плюс один плюс 3 я не знаю давайте его просто выкинем нахрен синтетически согреет тело но руки открыты хорошо пусть будет я выкидываю эту штукенцию в принципе я знаю где найти как будто бы теперь по шапочкам шапочек у нас очень много я хочу разгрузить все это дело имеется ввиду инвентарь для того чтобы мы могли нормально беспопятственно передвигаться я предлагаю повыкидывать чего-нибудь здесь 0707 здесь 0303 хорошо это мы выкидываем эту шапку она нам вообще нахрен не нужно теперь по штаником хлопчатобумажные кальсоны до выкидываем этим теперь по перчаточкам выкидываем вот эти зачем нам столько хлама с собой таскать ведь это все а смотрите обычная зимняя куртка но эта штука то покруче поэтому вот эту штуку тоже наверно выбросим а вот это оденем есть такое дело ботинки друзья что у нас есть плюс 27 плюс 18 херовые ботинки бросить бросить а вот эти ботиночки мы с вами оденем по шарфику шарфики пусть лежат наверное все у нас так я предлагаю снарядить снова фонарь и обследовать эту комнату как следует теперь на предмет лута вот он наш фонарь действия а заправить то мы его не можем друзья я прекрасно понимаю что мы можем в общем-то поражечь костер давайте отсюда выбираться нахрен здесь это не костер это не печечка газетку заберем пам-пам-пам так при помощи нехитрого еще раз мне спичечка нужно что ж ты не хочешь поджигаться то а факел можно бросить да получается если он не рабочий наверное так и сделаем бросить и бросить я так понимаю что толку от них все равно нет спичка или заправить посмотрите у нас есть горючая а это не горючая для фонаря для фонаря было другое горючее к сожалению но окей ладно нас это особо не должно волновать снарядить поджигаем и чего у нас тут есть верстак мы можем тут чего-то делать где-то здесь были бочки их можно было вот 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 давайте веточки разжечь огонь ох как же он долго разжигается друзья как он долго разжигается я надеюсь что он все таки разжижаться у нас мы возьмем с вами факел из этого костра как нам посоветовал подписчик потому что сами почему-то не догнал до этого и сможем осмотреть уже более детальную комнату пожалуйста не тухни хорошо еще один час два часа три часа четыре часа взять факел есть такое дело все давайте смотреть это наши факелы они нам больше не пригодятся это тоже здесь ничего интересного к сожалению нет кроме верстака я конечно могу это все дело изучить выдвижной ящик смотрим металлоломчик есть такое дело это ерунда пригодится да девчуля ты на самом деле очень права может может пригодится крючок крючки у нас есть я не вижу смысла делать еще один очень плохо да смотрите можно делать луки стрелы но для этого нужны древко стрелы и наконечник стрелы поэтому верстак нам в общем то пока тоже не очень нужен 3 часа 29 минут берем факел еще один для того чтобы этот быстренько у нас не сгорел и осмотрим сейчас комнату личку эту посмотрим что у нас тут есть здесь все плохо доски это конечно хорошо можно брать но они нам не нужны пока что во всяком случае я могу сюда зайти нет наверное нет а выдвижной ящик ткань хорошо пусть будет очень очень долго она копается конечно в ящиках факел может догореть и мы снова останемся без света выбираться из этой задницы конечно по этим чагирям очень проблематично хорошо что они сделал крючок потому что один крючочек мы с вами нашли друзья металлолом берем газетку берем ящики ломать мы пока не будем так злаковый батончик отлично можем подкрепиться друзьям газетку еще одну заберем так что мы имеем здесь короче порыться тут есть где друзья есть где развернуться это не может не радовать древесину заберем пусть будет пригодится отсюда мы выйти не можем к сожалению эта дверь наружу да но пока нам это тоже не нужно пока мы не обследуем полностью весь участок я предлагаю отсюда не выходить потому что там очень холодно друзья очень очень холодно так давай быстренько к печке беги опять этот хребет кита твою мать валяется тут всякий хлам кедровая дрова а чё ты машешь чё ты машешь ведь нет никакой угрозы чё ты очкуешь девчуля все нормально так вот здесь вот так вот обойдем и возьмем еще один факел друзья так у нас остается 2 часа 45 минут хорошо что мы имеем наверху здесь сто процентов тоже что то есть металлический стол батончик забираем что у нас вообще сухость во рту и усталость я предлагаю пока поползать здесь полазить посмотреть как тут дачу тут для начала ну а потом уже не 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 скамейку нам ломать не надо вот эту штучку мы пожалуй возьмем антисептик хорошо шкафчики открываем ткань все еще закрыто или мы можем что-то с этим сделать нет не можем к сожалению как же мне не хочется вниз тут все плохо здесь все плохо но мы кажется здесь уже были да что-то мы здесь брали пусто я прекрасно понимаю что мы можем сюда что-то положить но ловите сюда ничего не буду абсолютно потому что потом друзья мы с вами ничего не найдем возвращаться мы скорее всего не будем уже обратно так ну что ж по складу все мы здесь все понаходили все что нужно как будто бы я предлагаю вернуться снова за факелом и выбираться на выход скорее всего я не могу вниз провалиться до здесь тонкий шерстяной свет но это мы выкидывали только что это нам не нужно кровати можно конечно поспать обычные ботинки тоже хрень не нужно такс берем с вами факел кедровые орехи давайте их заберем чего не тут валяются бесхозно ну что друзья и теперь я в общем то предлагаю подойти к дверям к дверям и сваливать отсюда гвоздодер друзья я нашел гвоздодер это epic а что мы могли бы открыть гвоздодером наверное шкафчик который находится наверху если он закрыт и для того чтобы открыть нужен гвоздодер скорее всего там лежит какая-то ценная хрень я чё обожглась об об этот огонь что ли так давайте пробуем выламывать это все дерьмо ну ка ну ка ну ка что ты нам принесешь соленый крекер хорошо шерстяные носки набор для шитья ну не густо конечно но пусть будет так ну что ж я предлагаю сделать следующее подкушаться кстати можно и поспать немножко наверное да наверное да значит немножко подкушаться немножко попить пить хорошо приятного аппетита отличное дело и легкая усталость у нас мы можем конечно же поспать где там наши кровати были кажется где-то здесь ну в принципе и тут прилечь одного часа нам хватит интересно потому что я не хочу ночью бродить очень не хочу я прекрасно понимаю что это опасно для жизни так что у нас есть усталости нет все мы можем выдвигаться друзья можем отсюда выходить мы потушили наш факел и давайте идти в ту сторону за маяк уже я надеюсь что за маяком у нас тоже есть какая-нибудь интересная локация может быть мы там найдем домики какие-нибудь или еще что-то в этом роде только нужно это все правильно грамотно обойти здесь потому что я смотрю у меня не очень получается так здесь не пройдем ветер кстати у тих друзья поэтому по идее нам ничего не угрожает во всяком случае пока может быть конечно будут волки какие-нибудь что не факт но нужно быть всегда на готове да вот такая вот лютая зима друзья с этим мы ничего сделать не можем очень очень много у нас веса мы можем в принципе еще немножко покушать батончик какой-нибудь разгрузиться получится хотя весят он там наверное скорее всего пару грамм ну и попить водички тоже можем так все порядок легкая усталость легкая усталость у нас конечно есть давайте выбежим на дорогу я надеюсь что с этим проблем не будет у нас никто не захочет сожрать так там кто-то ходит или нет или нормалек все нормалек все идемте за маяк в ту сторону мы можем пойти там есть мост но не факт что там есть какая-то локация так как я говорил уже нет у нас не компаса не карты мы не знаем какую сторону идти на маяке я в принципе уже был заходить туда не имеет смысла как будто бы я не мерзну как будто бы я не мерзну можно гулять и наслаждаться всеми этими замечательными видами чем мы собственно сами сейчас и занимаемся крыльчишка бежит зайчишка зайчишка далеко ли ты собрался я могу тебя так я понял это у нас менюшка факела нам это не нужно а что если пойти в ту сторону что мы там найдем мне очень-очень это интересно если смысл маяк идти смысла нет это точно не хотелось бы сходить с дороги конечно потому что прекрасно понимаю что где-то здесь у нас могут быть нехорошие нехорошее звере которое по всей видимости захочет нас сожрать но если бы я был этим зверем я бы захотел меня сожрать такая упитанная девушка тут бродит совсем одна без защиты без ружья и даже с потухшим факелом почему бы ее не сожрать вот и я о том же так смотрите у нас тут есть какое-то поселение друзья веточки веточки нам нужны для розжига они лучше всего загораются и это хорошо я предлагаю взять нет 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 так легкая усталость у нас есть легкая усталость легкая куста так здесь сможем пройти это похоже на какую-то местную церковь судя по кресту на крыше и по форме окон очень похоже да очень похоже на церковь так не все время почему-то кажется что эти чуваки захотят стать пусто я только зря время на тебя потратил обычные перчатки наверное не нужно водичку то мы как бы возьмем это что у нас такой лежит аптечка до аптечки нам нужны снова у нас эти нитки постоянно попадаются книга ну возьмем бегать я как вы понимаете как патроны для ружья друзья охрененно просто мы нашли патрон для ружья осталось найти только само оружие я надеюсь что это не заставит себя долго ждать топлива для фонаря конечно надо что насчет спального мешка у нас по моему спальный мешок уже есть если я не ошибаюсь я могу ошибаться конечно давайте проверим кстати насчет херовой одежды пора бы наверное выкинуть чего-нибудь вот это вот выбрасываем теперь перчатки обычные перчатки обычные перчатки выбрасываем носочки у нас есть носочки плюс 7 плюс плюс 0 говорю ну да плюс 0 написано ёпта чё хорошо теперь по спальному мешку у нас их аж целых два я не вижу смысла с собой таскать один будем выкидывать чего-нибудь это что шоколадный батончик ну хорошо кстати шарфик наверное один тоже нужно выкинуть слишком слишком много у нас лута друзья очень много очень 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 много что мы можем сделать легкая усталость она конечно лучше бы отогреться не мешало бы здесь ничего нет циркушка ладно ладненько кресты мы ломать не можем и не будем потому что это кощунство друзья мы не будем заниматься вандализмом пусть все здесь будет так как есть а мы просто с вами пойдем дальше я надеюсь что новая локация не заставит себя долго ждать так главное здесь не навернуться не сломать себе хребет потому что с поломанным хребтом потом очень тяжело передвигаться как вы знаете да так значит вон там у нас маяк а мы можем пойти туда в ту сторону хорошо давайте пойдем может быть пробежаться кстати что у нас здесь вообще это какая-то берег до берег лодки олени олени кстати много олени остров я бы даже так сказал как-то так я там что-то вижу какой-то странный забор я не знаю похож на какую-то тюрьму если здесь ограждено то скорее всего туда можно зайти но там что-то спрятано нужно понимать что же именно там может быть спрятано так это какая-то ну может быть если не плотина то какое-нибудь ограждение так мне послышалось что-ли что-то показалось что где-то что-то гавкнуло я не хочу рисковать конечно опаньки друзья смотрите да действительно новая локация нужно все обследовать как следует древесина планки мы можем их разламывать но наверное это делать не стоит заброшенная шахта я честно говоря не очень хочу туда лезть вот прям не очень хочу но других вариантов я не вижу мы нашли заброшенную шахту а значит давайте обследовать кстати здесь достаточно светло свет проникает через решетку из улицы херово что нельзя включить свет потому что свет нам очень бы помог бы так все у нас снова горит факел и мы можем взять шоколадные батончики опять нет этом разламывать не будем слишком много лута я бы хотел конечно немножко топлива для фонаря конечно же нам это нужно еще металлолом обычные перчатки на хрен они не нужны шкаф закрыта но у нас есть друзья уже гвоздодер поэтому мы сейчас раскручим этот долбанный шкафчики найдем там что металлолом и все ладно тоже в принципе неплохо пусть будет так это какая-то наверное камня добывающая шахта потому что лежат какие-то камни на помощь логично да так имеет ли смысл нам углубляться дальше здесь могут быть скорее всего как блять какие-нибудь волки очень не вовремя у нас погас свет я предлагаю взять фонарь и снарядить его нет так не получится действия заправить заправить сколько он будет гореть кстати на этом ли ты один час ну окей окей пусть он горит один час смысле он не может да твою налево я вы даже отремонтировать не могу друзья а лазить по шахте без патроны для ружья лазить по шахте без фонаря это просто долбанное самоубийство это мы выбрасываем грустно друзья очень очень грустно объем ремонта 30 шансы на успех 62 процента с необходимыми материалами как вы думаете друзья имеет смысл рискнуть или нет я пожалуй рискну а рискну я не могу просто этого сделать вот так рискнул охренительно просто хорошо давайте тогда зажигать спички наверное о нет друзья мне кажется что здесь мы каши так не сварим и кровати то больше никакой нет посмотрите мы не можем где-нибудь а у нас есть наш спальник я почему-то постоянно про него забываем ладно друзья я предлагаю где-то здесь остановиться возможно что-нибудь раздобуду может быть можно поджечь бочку нет нет уголь есть уголь давайте возьмем уголь может быть и нам пригодится будем в карманах камни таскать я предлагаю где-то здесь остановиться продолжим уже следующей серии может быть мы пойдем какое-то другое место а потом вернемся шахту может быть еще как-то выкрутимся из этой ситуации но пока я туда идти не могу друзья если вам понравилось видео ставим лайк конечно же вот так вот подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео а мы тем временем будем ложиться спадки для того чтобы немножко снять нашу легкую усталость а пока друзья всем до новых встреч и до новых видео пока мои хорошие субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...